Привет, девочки! Съёмка уйдёт и на... Всем привет! Хорошего дня! Утепляемся, как всегда! У нас теперь будет подводка всё время про утепление. Ну, потому что, понимаете, девчонки, если мы сами идём в кашемировых костюмах, в пуховиках и вот так замотаны все, ну, значит, и вы так ходите, а что у нас тут? Девочки, мы здесь ничего не меняли. Пока гамма осталась, вот это хмурое небо, форменно-синий, королевский синий, небесно-голубой, всё подходит, всё нравится. Я сейчас вам... Здесь у нас костюм птички, естественно, с полосатой вот этой кофточкой. Это, по-моему, лонг. Вот. Девочки, костюм прям хорошего размера. Вот если у кого-то событие намечается, он такой спортшип костюм. Там штаны на резинке такой стилючий. Мы получили комбинезоны, поэтому я вам хочу, конечно, их сегодня показать. Вы помните, я в этом комбинезоне перед вами уже дефилировала. Инна сегодня наряжала меня в этот комбинезон. Я категорически его не одевала. Тебе лень сегодня, лень. Лень, да. Костюма, как на мне, нет в продаже. Но есть шикардосный комбинезон, который сейчас я вам нацеплю с бадлоном. И это будет красиво, и это будет стилючий. Здесь хочу показать. Вот смотрите, мы бадлон с вами надели, да? А комбинезон мы не потеряли. Но, девчонки, вы видите, если, например, вы цвет какой-то добавляете, вот видите, айвори, как я сейчас даю, потому что вот этот цвет графит, он с айвори идеально работает. Конечно, придало свежести. Конечно, комбинезон сам по себе стилючий, он и так вытянет себя. Но вот этот цвет, он такой мягкий, и он как дополнение идет. Мне нравится, когда так. Сюда вам добавлю овер-жакет, потому что овер-жакет попадает по цвету к бадлону. И, естественно, по модели своей попадает к этому комбинезону. Девчонки, вот для меня это идеальная стилючесть. Что нам сюда добавить? Давайте добавим крем-брюле, да? Да, да, да. Нет, она, давай добавим копытца. Крем-брюле хорошо, но просто так как у комбинезона укороченные, смотри, Крестон, укороченные, мы с вами дадим чуть-чуть повыше. А вот эти копытца, они такие, как казаками наверху. И это будет видно на штанах. Вот, допустим, при моем росте это будет видно. Девчонки, вот, кстати, у меня штаны с резинкой, вот, видите? Я их делаю вправку, видите, сзади замок до конца не расстегиваю. Я их вправку делаю с одной стороны. Это сейчас я уже посидела тут, потусовалась, и поэтому они у меня вылезли. С одной стороны я вправляю лучше с внешней. А внутренняя сторона у меня уже вот так болтается, как хочу. Вчера просто был про этот разговор, сегодня продолжим. Девчонки, смотрите, подвели вот эти цвета, да? Не надо добавочный, еще холодный. Вот смотрите, вот этот вот тон, скорлупа, это холодный оттенок. Он же у нас есть на обуви. Не нужно его сюда заводить. Вот обувь не тянем. У нас здесь монохром, все красиво. Лучше подвязать вот такую же. Я бы серую подвязала. А давай она не серую, а вот эту дадим, поярче. Сейчас, девочки, метания пошли. А, нет, не то, не то. Сейчас, подождите. Вот. Мы сейчас с вами такой чуть-чуть вот теплой, да, гаммой. Вот здесь она между сливкой и пенкой. И вот тут вот как раз, вот, мне кажется, это прямо зайдет как надо. Мы вроде как и копытца, и вроде как здесь неявно вот это черное. Мы сюда подвели. Девчонки, сумку тащите вот такого цвета. Темная сумка здесь не нужна совсем. Вот просто совсем не нужна. Потому что слишком плотный идет цвет у комбинезона. Видите, как пуговицы здесь попали? Нюансы, помните. Вот. Сам жакет. Девочки, это жакеты оверсайз. Это жакеты не притык. Ну, естественно, они до какого-то размера. Мы не можем рассказать, что он 60-й. Но это глупо было бы так вам, так вас обманывать. Вот это мне нравится очень сильно. Очень. Комбинезоны, все, кому достались вот эти первая партия комбинезонов, все счастливы и довольны. Девчонки, это правда. Это комбинезон, который действительно удачная модель и удачный крой. Вешалка оказалась лишняя, выкидываем ее сразу. Так, теперь опять наши штаны, вот эти, помните, бананы на манжете. Сюда я заведу вам бадлон, который Инна вчера парила. Что с ним сегодня, я не знаю. Вот, ну, видимо, это второй. Вторая партия бадлонов, который, ну, девчонки, даже не бадлон, а такой, как свитерок-кофточка. Вот здесь мы с вами можем дать, кстати, вот эти вот наши Инны любимые носочки. И сюда мы подведем опять пенка-сливка. Хочу светлое, чтобы, во, сейчас вам все тут покажу как раз наглядно. Вот смотрите, мы ввели вот эту куртку, да? Ну, помните, что у нее интересные рукава. Это все, вот, это все будет видно при желании. Вот теперь мы можем добавить эту бейсболку. Логотип и буковки, такое плетение, что работает между собой. Ну, девчонки, здесь и бейсболка, она по стилю подходит, потому что сама куртка, это укороченный бомбер. Поэтому здесь эта бейсболка, да, сработает. Девочки, куртка не очень большого размера. Она кажется, что она такая овер, вот, но на самом деле она имеет предел. Потому что, видите, внизу она недостаточно широкая, чтобы поместиться, поместиться, да? Вот она не как вот эта кофта, вы видите, кофта вот вы раз надели, причем рукава спущены так, что у вас не обтянется рука. Эти кофты у нас самые ходовые, да. Мы вот иногда берем узкое что-то, иногда берем такие широкие кофты. Юбка, плессировка. Я сюда вам заведу, обещала все время вам показать на себе эту кофту, обязательно покажу. Девочки, смотрите, как боты опять попадают. Здесь опять же меня спрашивают про вот это кашемировое пальто. Девчонки, это кашемировое пальто пуховик, оно опять же мелкого размера. Это не оверсайз, это мелкое пальто, оно еще и на поясе. Вот, а сюда уже мы добавим наш кашемировый палантин. Хвостик у него спустим, подтянем красивенько. Один хвост оставим, второй мотнем. Девчонки, стилевая, грамотная, добротная одежда. Естественно, это будет видно. Тут боты сами по себе фору дадут вообще всем ботинкам вместе. Они не зимние, девочки, это боты такие фэшн, такие вот. Я вчера перепутала вам, сказала на лоферы Челси. Девчонки, каждый день идет ролик. Конечно, запутаешься. Каждый день идет ролик, каждый день идет съемка. Сериал, помните, продолжается бесконечно. И, конечно же, у меня когда-то бывает сбоек в мозгу, потому что у меня незаменимых нет, как обычно, как мы знаем, эту присказку. А здесь это так работает. Здесь вот так получается, что некому нас сына заменить. Девчонки, у нас пришли теплые костюмы. Теплый костюм, и он такой, как она говорит, мерцающий. Видите, он такой с блеском. Слегка. Очень объемные штаны, укороченный свит специально, вот сейчас по мобиле, что вам все время пытаюсь рассказать. Девочки, не обязательно, что овер должен быть на овер. Штаны могут быть вот такими широкими, а кофта сама, вот как здесь этот свитшот, укороченным. Так тоже красиво, так тоже работает. Это не будет вот такое вот место, вот это, нет. Это наоборот будет, вот равновесие. Тут объем, здесь объем, а сюда сужение. Красиво. Ну и, конечно же, пухан. Ну а как мы можем не показать такой красивенный пухан? Стального цвета, пуховик, подмерцающий костюм. Ну, мне кажется, это вообще прям звездная звезда. Ну, девчонки, здесь еще и собран весь стиль. Оставим вот. Видите? Он такой по стилю, по направлению вся вот эта одежда, она, конечно, подходит. Есть серая шапка? Да. Давай вот эту дадим? Ага. Да? Можно. Давайте, чонки, дадим вот эту шапку вам. Вот так. Пускай будет красная буковка. Нет, не полезу за сумкой. Можно сюда добавить красную сумку. Да. Красная сумка здесь делает вообще прям свое яркое дело, грамотное дело. Шапка вот эта идеальная. Вы помните, как она сидит. Я уже вам, я на себе, девчонки, сейчас ничего показывать не буду, потому что я купила специальную расчесочку, которая меня сейчас вот так приглаживает. Я бы ты такая гладкая сейчас. А у Инессы, оказывается, такая расческа есть. Ой, господи. Да, давно я. Что только у нас вообще нет. Что только мы не изгаляемся, как. Ну, девочки, все по-простому. Главное, что все по-простому. И главное, чтобы не было мышей ненужных в голове. А все остальное пускай есть. Брюки, палаццо. Боты вылетают, потому что носок нам не нужен. Не нужен носок. Сейчас я придумаю вам что-нибудь. Сюда даю вам. Вот такой вот тоже его бадлоном не назовешь, девчонки, кофточка. Да. Вот кофточка. Ну, потому что бадлон это немножко другое. Я бы хотела ей на что-то... Давай вот эти что-ли дадим. Я бы хотела просто что-то, чтобы это было светлое. Сюда дадим, потому что здесь шнурочки. Они как раз попадают под этот свет. Меня спрашивают про этот пуховик. Почему он только я показываю на серую сторону. Нет, девчонки, я показывала на разную сторону. С одной стороны серый, прям серый такой. Даже вот какой-то он стальной серый, да. А с другой стороны он айвори. Помните, холодный тон на холодный тон идеально работает. Пожалуйста. А сейчас мы с вами не остановимся и опять добавим нашу бейсболку. Бейсболка четко попадет под ботинки. Мы вот этим даже более свежести придали, потому что если бы мы развернули его на ту сторону, слишком мрачно было. Только руки бы работали вот в этой скорлупе когти. А здесь мы развернули. И, девчонки, вы здесь даже можете убрать, допустим, капюшон и добавку дать еще какой-то палантин скорлупа. Было бы тоже красиво. Даже можно было тот палантин, который в предыдущем образе был, сюда добавить. Красиво будет. Вот эти все оттенки, они, это все холодные тона, но они вот чуть-чуть есть вот в этой молочной гамме, да. Вот чуть-чуть присутствие этой сливки. Когда есть присутствие сливки, это получается уже, размягчается цвет. Он не совсем холодный становится. Девчонки, кофта влетела идеально под вот эти штаны. Вот видите, просто идеальное попадание. Сюда вам дам пуховик, который мы с Иной любим, потому что это облегченный пуховик пальто. Здесь он и по цвету еще. Девчонки, образ понятный. Здесь что нужно понимать? Если вы надеваете на себя объемные брюки-бананы, то длинное пальто тоже может быть. Но это пальто не должно быть. Вот так. Видите, сразу подстрел пошел. Оно сразу раз и укоротило ноги, потому что это короткие штаны. Выводит немножко на другую зрительную картинку. А нам-то не надо, нам-то надо, чтобы картинка-то была все время топовая. Чтобы вы вышли, идете, вся такая звездная, топовая девочка. Женщины и девочки, и девушки, спасибо вам большое. Все там пишут, что перебирают. Таня молодец, она такие мастер-классы проводит. Да, девчонки, мы с Иной только рады, что вам это все заходит. У нас же, я вам говорю, у нас... Вот Инна приходит на работу, я тоже прихожу на свою работу. Вот моя работа. Потом Инна отдельно отвечает вам на запросы. Я дальше либо там что-то делаю, планирую с товаром получения, либо еще что-то, либо делаю подборку вам на следующий день. Девчонки, здесь у нас кашемировый костюм. Четко такая история, вот ближе на сужение здесь. Но это не узкие штаны, видите? У них все-таки есть вот эта ширина. Я сюда вам хочу дать пуховик. Естественно, пенка. Естественно, длинный. Сейчас очень опять хорошо сработают и ботинки, и бейсболка. Пускай черный. Вот понимаете, не обязательно, что нужно серое все тащить. Можно добавить черную бейсболку. В бейсболке работает логотип и козырек. Ну, естественно, боты, которые мы вам нашли. Мы же что-нибудь найдем, какую-то обувь. Она у нас раз и залетает под наши эти фэшн-истории. Девочки, значит, я что хотела вам там... Тот, кто пытается переписываться со мной на ютубе. Это бесполезное занятие. Я вам даю личный номер, телефон, ватсап. Пожалуйста, пишите мне туда. Я вам даю ссылку там на Инессу. Либо отвечаю сама. Либо что-то, если нет времени. Я отвечаю чуть позже. Но вся история магазина проходит на ватсап. Она не проходит нигде. В телеграм-канале, еще там, где там кто-то пытается нас затянуть. Нет. Все на ватсап. Помните, говорила про вот эти кофты, которые спущены, петли, дырки? Серый жемчуг. К штанам, да? Вот прямо раз и попадание. Хочу вам показать, что такую кофту тоже можно под костюм, который вот у нас есть. Вот этот ободранный, обглоданный, потрепанный. Стилевый. Расписанный, как стена, понимаете? Но очень-очень стильно. Да, конечно, если вы заводите четко вот такой вот цвет серый жемчуг, лучше бы вывести еще и обувью его. Но у нас серая обувь нет, к сожалению. Я, девчонки, даже вот буду, если долго смотреть. Девочки, знаете, я вам добавлю вот так. Вот эти, кстати, кеды, это кеды, которые белый-белый. Вот. Вот. Они здесь могут... Почему здесь они хорошо работают? Потому что это очень холодный оттенок. Вот прям серый-серый жемчуг. Холодный оттенок. На холодный, конечно, это ложится. Ну, здесь самый костюм, мне кажется, ляжет, сядет. И вообще хоть куда вы в нем пойдете, в этом костюме точно не замечен. У меня останется никто. Да. Ну, потому что мало того, что его жевали, потом графики на нем рисовали. Понимаете? Рвали, рвали. Рвали, драли, выдирали подклады. Работали. Вы видите, вот, грызли штаны. Люди конкретно работали над задачей, чтобы сделать топ из костюма. Здесь у нас спорт, под спорт, как и говорила. Можно заводить классику. Сейчас вам дам вот эту кружевную кофту. Джоник, смотрите, как красиво по цвету мы, да, попали. Кружевную кофту. И сверху мы классическим пальто дожмем этот образ и вытянем еще и обуви. Посмотрите, у нас пальтишко сюда сейчас, вот эта елка, да? Еще, смотрите, как длина хорошо под укороченные штаны. Где она? Вот они. Сюда мы с вами копчик вот так серенький вот эти. И все. И все срослось. А давайте-ка идиотскую шапку еще добавим. А как мы без нее-то? Из идиотской шапки никак теперь это пальто не работает. И киску на место горнули. Все. Красиво. Красиво, да. Вот здесь вот эти вот резинки, говорила вам про вот эту вправку. Сегодня в ролике. И даже сейчас наглядно показываю это на себе. Чтобы вы видели, что это может, это не сложно. Но наверх всю штанину не надо. Инна, это зимнее пальто. Да, скорее всего. Оно такое какое-то, во-первых, не облегченка. А во-вторых, оно вот прям чувствуется, что это какая-то зимняя вещь. Ну, девчонки, там и кофта. И штаны-то вот эти, они не тонкие штаны. Это как-то вот все вместе у нас получилось. Сейчас хочу бомбер. Вы там к бомберу, мелкие штаны, к бомберу рассказывали, что, а если, допустим, потемнее? Да, конечно, можно. Смотрите. Мы заводим светлую кофту, которая имеет меланжевый цвет, в котором присутствие и штанов, и бомбера. Добавляем сюда бомбер. И идеально держим на прогулку. Останемся в ботах. Хотелось бы, конечно, какие-то... Мы, девчонки, получим. А давай мы уши вот эти добавим. Звезды? Да, давайте йети добавим. Просто мне хотелось бы, чтобы здесь работали... Вот здесь же носки будут закрыты, да? А мне хотелось бы, чтобы носики были акцентно. Так как серым жемчугом вывезана вот эта вот вязка у йети, да, оно сюда. И потом бомбер, он еще такой атласный. Это как раз с камнями будет работать вообще хорошо. Вот кофты вот эти очень теплые. И, девчонки, под вот такие вот кофты мне очень нравятся, когда висячки какие-то, да? Либо это галстучик какой-то, либо вот такая вот добавка. Я сама такое не ношу. Но если это красиво начало, либо цепочка такая какая-то длинная. Если это красиво на человеке, я это подмечаю. Вот вообще на кашемировые кофты мне нравится, когда люди надевают какие-то висячки. Мысленные висячки только сюда и только сюда. Основательные. Ну, у нас иногда... Нет, вот я иногда часы еще ношу, и на вообще часы не носит. Я еще люблю, чтобы еще тут что-то болталось у меня. Да-да-да. Девочки, костюм. Теплый костюм. Опять же, обратите внимание. Укороченная кофта, не длинная такая, спорт прям четкий. Сюда вам заведу вот этот вот пухан, жилетка. Опять хочу, чтобы вы посмотрели, как серым работает этот цвет. Я бы осталась даже в Йети. Здесь вообще прямо Йети даже и пускай и будут. Образ бомба. Жилет прям бомбический. Именно здесь жилет сам еще вытянет вообще. Такой наглый такой очень. Да, да. Он такой и наглый, и уютный. И, короче, сто в одном. А сейчас мы его дожмем красивенным платьем. Вы сейчас увидите. Вам это понравится. Платье, вы помните, вообще не моя тематика. Девчонки там пишут. Вот, Таня, давайте на Новый год что-то. Это не про наш магазин. Новогодних блесток у нас не будет. Самый новогодний это вот тот костюм, который вам показали. Девчонки, смотрите. Та-да-да-дам. Очень красиво. Это очень красиво. Это платье футер ткань. Такое с начосиком, да? Швами наружу все оно отшито. Девочки, оно просто стилючее платье. Вот сейчас вот этот вот жилет. Вот тема этого платья. Видите? Пускай там будет рвано. Сейчас вам вот это очень коротко. Это сюда нам не подходит. Я вам хочу что-то такое, чтобы... Давай вот эти сапоги. Да. Это платье как толстовка одевается, да? Да, да, это платье как толстовка. Это такое вот не платье, как еще и лосинки пододеть. Нет. Это можно высокий носок. Это можно вот если, допустим, сапог. Я бы туда какой-то гетро добавила. Вот так бы. Это вот так носится. Можно даже вот так это носить. Это еще дальше продолжение. Девчонки, платье и жилетка вот одна прям ровно по модели подходящей. Один образ по модели подходящей. Для меня это идеально. Просто идеально. Девчонки, спасибо вам за подписки. Спасибо, что вы у меня есть. Люблю целую. Чао. Чао. Продолжение следует. Продолжение следует...